В Опь возвращается Муксун. Накануне в реку ниже по течению от паромной переправы было выпущено около миллиона мальков. Их доставили самолетом с рыборазводного завода в Ленинградской области. Операцию осуществило предприятие «Газпромнефть» «Новый порт», которое взяло на себя обязательства по искусственному воспроизведению муксуна в Обской Губе. За речным новосельем наблюдал Андрей Симоненко. По заверениям специалистов, мальки муксуна хорошо пережили путешествие. После самолета и грузовика последний отрезок до места выпуска предстояло преодолеть на барже. Сегодняшнее мероприятие уникальное. Мы, по-моему, впервые осуществили транспортировку этого биоресурса самолетом. С мальком все в порядке, он живой. Слава Богу, надеемся, что мы его успешно доставим до места выпуска и, собственно, выпустим. Всем присутствующим, конечно же, ясно, что это только начало большого пути и предстоит многое сделать. Но начало положено, а это самое сложное. Сегодня то, что происходит, для нас это, можно сказать, праздник, что ли, для ямальцев. Серьезное, значимое событие. Поэтому от себя и от всех жителей я хочу выразить благодарность компании «Газпромнефт Новый Порт». В общем-то, за партнерское, за такое, я бы сказал, хозяйское отношение к земле, на которой они сегодня работают. И, в общем-то, получается, что они не только забирают, но и вкладывают сюда, поддерживают и помогают нам, в общем-то, в этой проблеме. Еще в этом году компания «Газпромнефт Новый Порт» выпустит 2,5 миллиона молоди муксуна в Югре, а вообще в планах 20 миллионов. Но пока нужно завершить начатую операцию. Ведь на «Все про все» есть 24 часа, и они подходили к завершению. Место выпуска выбрано за островом Карантинский. Здесь есть ссор с непроточной водой. Это только первый шажочек такой маленький, потому что все мы знаем, что у нас запрет на муксуна, что у нас антропогенное воздействие. Поэтому естественное возобновление водных биоресурсов, оно затруднено. Но я считаю, что работа предстоит большая. И вот все вот эти факторы, и запреты, и искусственное воспроизводство, они все-таки позволят восстановить, ну не в прежних, но хотя бы там в максимальных объемах рыбные биоресурсы. Вот и нашей съемочной группе удалось принять участие в восстановлении поголовья муксуна на Ямале. Очень хочется надеяться, что эта сотня мальков не станет звеном в чьей-то пищевой цепочке, а через 7-10 лет вырастет больших полозрелых особей и даст потомство. Андрей Симоненко, Эдуард Захаров, программа «Время местное».